Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования Вайсплат. Сегодня я вам расскажу, как программировать на русском языке. Да, действительно, можно программировать на русском языке. Это необходимо для того, чтобы вы могли научиться создавать ваши самые первые программы, изучили основы, поняли, что такое циклы, переменные, функции, и научились это все использовать. И это можно все сделать на русском языке. Не забываем подписаться на канал и ставим лайки. Итак, давайте переключимся на рабочий стол, и я вам покажу, как программировать на русском языке. Переключаемся на рабочий стол и запускаем программу Кумир. Кумир – это такая классная программа для того, чтобы изучать программирование на русском языке. Вы можете в этой программе научиться всем базовым основам программирования, а потом уже спокойно переключаться на любой другой язык программирования. Давайте мы с вами сейчас напишем самую простую программу на русском языке. Смотрите, как это легко и просто делается. Итак, у нас с левой стороны есть область, в которой мы пишем программу. А результат выполнения программы, смотрите, выводится вот здесь в нижней части. То есть вот здесь мы пишем программу, а здесь выводим ее результат выполнения. Причем, так как эта программа сделана для того, чтобы люди обучались, в ней классная помощь. Смотрите, она находится вот здесь, с правой стороны. Можно, конечно, расширить область, сузить, но в принципе половины экрана нам очень хватает. Итак, давайте мы с вами напишем первую нашу программу на русском языке. У нас есть алгоритм, есть начало и конец, как в любых языках программирования. Посередине, между началом и концом, мы будем писать с вами код. Например, зададим две переменных. Целая, так, на русском. Целая А, запятая Б. Сейчас мы с вами определили две переменных, которые создались в программе. И мы с вами готовы ввести туда данные в эти переменные. Но перед этим давайте выведем на экран, чтобы пользователь понимал, что от него требуется. Давайте напишем «вывод» и в кавычках укажем. Так. Введите. А. Отлично. Теперь мы запросим у пользователя. Пишем «ввод» и опять выведем на экран. Введите «Б». Давайте это скопируем. Ctrl-C, Ctrl-V. Введите «Б». И спросим у него «Б». Ввод «Б». Теперь давайте мы посчитаем их сумму и выведем на экран. Сумма А плюс Б равняется А плюс Б. Выведем на экран вывод. Сумма А плюс Б равняется и выведем А плюс Б. Смотрите. Только что мы с вами сделали самую простую программу на русском языке. И научились работать с целыми числами. Причем не только с целыми числами, но еще вводить данные от пользователя и выводить результат работы программы на экран. Давайте запустим, посмотрим. Нажимаем «Старт», «Обычное выполнение». И вы смотрите, вот здесь вот у нас программа внизу спрашивает. Введите А. Видите, курсорик мигает после А. Давайте нажмем «Стоп» и добавим сюда «равняется». Для того, чтобы красиво выглядело. И нажмем еще раз «Старт». Введите А. Давайте напишем «10». Введите Б. Давайте напишем «30». И нажмем «Энтер». Сумма А плюс Б равняется 40. Классно. Только что вы научились программировать на русском языке. Это довольно просто. Причем кумир – это алгоритмический язык. И он используется на экзаменах для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. То есть, если вы хотите быстро научиться программировать и сдать вступительный экзамен, например, в институт, сдаете когда ЕГЭ, то учите кумир, алгоритмический язык, и здесь сразу все тестируйте. Все элементарно и просто. И сможете легко решать эти экзаменационные задачи. То же самое КОГЭ. Хотите перейти в старшие классы, готовитесь, учите кумир, изучайте алгоритмический язык, пользуйтесь вот этой помощью. Смотрите, здесь есть куча примеров, которые вы можете использовать. И также тренируйте себя и готовитесь к экзаменам. Сдаете их успешно и поступаете туда, куда хотели. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки. Тогда будет больше такого обучающего видео. И всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok